Юрий Хаджимович, Вы уже чуть больше месяца в новой должности. Сегодня начата плотная работа с населением, в том числе с местной властью, с председателями из полкомов. Как чувствуете себя в новой должности? Я приехал в Гродно и, естественно, думал, что чем западнее регион, тем он немножко проблемнее, сложнее в отношении восточных. И был приятно удивлен, что мои ожидания не совсем оправдались. На третий день, когда я подходил к месту проживания, два молодых человека неожиданно изменили маршрут и идут ко мне. Ну, я мгновенно определил, что идут они с хорошими намерениями, подошли, поздоровались, представились и попросили разрешения пожать руку. И сказали, спасибо вам за то, что вы вместе со своим коллективом, органом внутренних дел спасали страну и спасли ее. Это вот такой частный случай. Да, должность необычная, новая. Я всю жизнь служил, но я и сейчас служу. Я служил, скажем так, всегда с коллективами военными, милицейскими. Сейчас прекрасно понимаю, что жизнь более разнообразна, разносторонняя. И приятно видеть, что людей, конечно же, волнует в первую очередь не политика, а простые житейские бытовые вопросы. Сегодня был звонок по экологии. Успешный предприниматель, который агроусадьбу держит, неравнодушный человек, рассказал, где, по его мнению, неправильно идут сбросы в воду, производств. И обратил внимание мое, чтобы я на это посмотрел внимательно, и, пользуясь должностью, обязанностями и правом, постарался это прекратить. Обратил внимание тех органов, уполномоченных, которые за этим следят и которые должны это пресечь. Я его спросил, вот так вот, ну, вне рамок его вопроса, мне просто интересно, говорю, а вы чем занимаетесь? Он сказал, я говорю, и как у вас сейчас? И мне было так приятно, что он сказал, работаем, не поднимая головы. Вот, говорит, кому война, а кому мать родна, вот эти, говорит, закрытые границы, мой бизнес подняли. Я говорю, а у вас цены высокие? Он говорит, да, высокие. Я, говорит, отсекаю компании, которые приехали из-за выпивки и предлагаю активный отдых. И, несмотря на высокие цены, у меня уже, говорит, состоялся такой, как бы, костяк клиентов, и мне, говорит, вполне хватает, а еще, говорит, не хватает рабочих рук и времени в суток. Мне было очень приятно такое услышать. Конечно же, в моем внимании, в фокусе моего внимания общественно-политическая обстановка. И вот те протестные проявления, которые происходили, когда были такие волнения, меня это интересует в первую очередь. Я беседую с начальниками родила, с главами исполкомов. Они описывают ситуацию в районах, причины ее, в чем видят какие-то вот причины этих протестных настроений, как я повторюсь. И называют, в основном, правильно те моменты, те точки, к которым надо приложить усилия. И где-то правильно говорят, что вот в данном случае, в таком-то и таком-то предприятии, люди, например, протестуют не против руководства республики, а, допустим, из-за несправедливости к ним отношения на этом предприятии. И если руководитель устранит это, или если не устранит, то устранит руководителя, то тут, в принципе, ничего и не будет. И решена проблема будет. Да, это решится вопрос. Ну, люди же как рассуждают. Если, допустим, какой-то непорядок на месте их работы, и ничего не делается, а директор, руководитель спокойно получает высокую зарплату или большие премии, и никто на это никак не воздействует, так надо задуматься, а кто его назначил, да, кто у него руководитель, почему этого руководителя устраивает наш, проблемы людей не видят, а не решают, ну, вот как-то так у них может проявляться протест. А если руководителя заставить пошевелиться и сказать ему, ну, ты посмотри, у тебя же люди недовольны, в принципе-то, тобой, а не... Лично тобой. Да, лично тобой, твоей работой, или ты неразворотливый, неповоротливый, или о людях не заботишься, в цеха не идешь, да, или, ну, на их рабочее место, не знаешь их проблем и не хочешь их решать, так это дело в тебе тогда. Отличается ли Гродненская милиция от, например, Минска? Какие нюансы заметили? Скажу, конечно же, что в Минске и ситуация другая, и людей живет больше, и жизнь более стремительная, и, конечно же, Минская милиция более и многочисленная, и решительная, и резкая где-то, им нет, как говорится, времени быть спящими. Но и здесь очень высокопрофессиональная милиция из-за того, что, ну, скажем так, есть определенная местечковость, и это объективное, нормальное явление, эти люди живут вместе, друг друга знают, это район, село, тогда же и областной центр людям вместе жить, и отсюда особенно ясно видно, что надо консолидироваться, надо, чтобы общество было примиренным, нерасколотым. И я хочу сказать так, милиционеры здесь решают вопрос профессионально, грамотно, по-людски, как любят здесь говорить на Гродничине, никого не обижая и стараясь решить вопрос, ну, максимально эффективно для всех сторон. Я вот повторял в прошлой должности, и сейчас скажу, тоже видно, что та же милиция – это коллектив единомышленников. Видно, что, ну, если кто ушел от нас, то это ушли те, кому с нами было не по пути, и остались действительно братья друг к другу. Вы заговорили о братстве, у меня такой вопрос, ситуация с Романом Бондаренко, да, о, насколько известно, он тоже служил 32-14, и как-то вот, ну, незаметно было, как отреагировало вот это братство 32-14 на эту ситуацию. Может быть, есть какая-то информация, как-то тоже сплотились, отреагировали агрессивно, или наоборот, ну, то есть разбирались как-то. Как вот это братство 32-14 отреагировало на эту ситуацию? Ну, я думаю, вот об этом случае уже много рассказано, и единственно достойное реагирование – это меньше шума вокруг этого, и не делать на этом никаким сторонам никаких спекуляций. И действительно, вот главным здесь является это упокоение души человека, а какую-то вот сторону здесь сейчас проявлять, и вокруг этого снова раздувать искры, ну, не стоит никому. Вернемся к Гродно. Какую, может быть, отрасль необходимо здесь в области подтянуть? Или какая отрасль, наоборот, может быть, перспективная, уже показала, заявила себя? Экономист я пока еще средненький, скажем так, если не сказать меньше. И вот напитываюсь информацией и из республиканских органов, и от губернатора, и на заседаниях исполкома. Внимательно слушаю доклады, отчеты, пожелания, задачи. И в том числе по статистике смотрю, что по сельскому хозяйству молодцы. Вот в агропромышленном комплексе лидеры в республике имеются в виду, может, и не абсолютные, но по эффективности, по, скажем так, КПД, да, лидеры. Какие отрасли развивать, я пока не скажу. Ну, наша вот эта отрасль, молочка, она и должна дальше развиваться, продаваться, модернизироваться, не спать, не стоять на месте. Очень приличное жилищно-коммунальное хозяйство. Конечно же, всегда будут пожелания граждан, жалобы граждан. И останавливаться здесь нельзя. Я вот хожу по улицам города и, ну, как говорится, пользуюсь своим правом инспектора, вывернуты бордюры. Звоню главе администрации, иду с работы, они уже поправлены. Не повезло, может, немножко центральному району города Гродно со мной, потому что, ну, хожу пешком, смотрю, висит провод на столбе. Звоню опять главе администрации, иду уже с обеда, его уже в кабель, канал к этому столбу рабочий приделывает. И самое интересное, когда я проходил мимо, рабочий узнал меня, я ему говорю, спасибо, он говорит, пожалуйста, говорит, уже сделано, как будто доложил, это рабочий обыкновенный. То есть, ну... Ну, осталась ваша эта военная такая дисциплина. Ну, конечно же, ну, как это пройти спокойно мимо какого-то, скажем так, нарушения твердого уставанного порядка, пошучу так, да, ну, может, скажут, что военный сапог вот прицепился. Но это же нравится всем людям, когда порядок часа... И так в Гродно порядок и чистота. И, кстати, когда ехали в Сморгонь, путь не близкий. Ну, сначала едешь по, как говорится, республиканской трассе, этой нашей новой красивой дороги, а когда с нее сворачиваешь на север и едешь уже дорогами местными, а они тоже в прекрасном состоянии. И грейдированный, и песок заготовлен, и чистые, и не скользкие. И я вот как в 87-м году приехал в эту республику великолепную, и тогда меня поразила чистота именно райцентров, когда вот в автобусе от Минска к месту службы ехал. И сейчас это соблюдается, и хуже не стало, а стало только лучше. А Гродненская область граничит с Польшей и Литвой. Да. А может быть, планируется усилить пограничную зону, контроль на этой пограничной зоне? Хочу лично объехать погранпосты, погранпереходы. Ну, я уже знаю в рамках взаимодействия, как говорится, в прошлых должностях, что здесь полный порядок на границе. И нарушителям границы, контрабандистам, всяким другим правонарушителям давно поставлен надежный заслон. И именно этот наш участок границы, он наиболее полно оборудован. Здесь давние традиции вот этих вот наших контролирующих служб таможенной и пограничной. И я думаю, увижу, ну, полный порядок. Юрий Хатимуратович, бывших военных не бывает. Ну, такое краткое описание вот ситуации на данный момент. Как можете оценить сейчас? Есть ли там отличия от августа, да, то, что мы видели от сентября и сейчас? Ну, конечно же. Скажем так, людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или, может, та одурманенность деструктивными телеграм-каналами, она потихоньку проходит. И люди разбираются все больше в том, где неправду лили на нашу ситуацию, где просто вот черным цветом нас красили. Ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой. Сильнейшее воздействие, конечно же, не дало многим разобраться в ситуации, и люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью телеграм-каналов. Уже много раз же было сказано, написано, выйдите, оглянитесь вокруг, посмотрите. По-прежнему все нормально живут. Прекрасная чистая страна, вокруг вас обстановка, ничего не рушится. Свет, тепло, вода, канализация работают, заводы работают, транспорт ходит как часы, на улицах чисто и спокойно. Зачем вы засоряете свои мозги, свое сознание, свою психику тем, что в сети? И вот, что мы видим сейчас. Народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Вот эти люди, которых коронавирус каких-то других зрелищ лишил, и они не согласны, с чем сформулировать не могут, они есть, и еще, видно, немного какое-то время будут. И будут ходить, бродить. Такое впечатление, что они очень хотят получить эти штрафы, эти сутки ареста. Это для них стало привычным наполнением жизни. Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после двух-трех часов брожения, может быть, и не удалось бы. Потому что вслед за сменной ситуацией изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед все то, где мы живем. Тепло, вода, свет и все остальное. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok